Это прям так красиво, так аппетитно. А я прилучила сразу. Что же ты такое там читаешь? Читаю один классный рецепт у фетучини с грибами, со шпинатом, сливочным соусом. Выглядит великолепно. Надо же. Как раз фетучини у меня тут завалялись. Совершенно случайно. Будем готовить? Это, кстати, наша книга, если кто не знал. Но мы немножечко изменим рецепт и еще его сделаем более сытным. Ну что? Итак, чуть-чуть дополним наше блюдо. Дополним его курицей, сделаем его более сытным. Буквально одна пирешка нам понадобится, режем ее небольшим кубиком. Грибочки будем резать тоже можно, в общем-то, как вам угодно. Нам сегодня угодно на 4 части вот таких вот. Ну вот, такая красота у нас получилась. Идем к плите. Сковорода разогрета, смазана маслом. Параллельно стоит уже водичка для наших фетучини или для любых других макарон. Отправляем сначала курицу. Немножечко обжариваем до золотистого цвета. Лопатки, нет? Руками, Миша. Прошло минут 10. Курочка обжарилась, добавляем грибы. Почему мы не добавили грибы сразу? Так тоже можно, но грибы дают воду. Поэтому курице не было бы такого приятного золотистого цвета. Хотелось бы именно его. Поэтому грибочки пошли косты позже. Так, параллельно все делаем. Закидываем макарошки в воду и варим. Все будет готово. Очень быстро. Не забываем посолить и то, и это все солью по вкусу. Завершающий этап. Сливоньки. Сливоньки. У нас 20%. Заливаем немножечко. Даже не перемешиваем. Сразу добавляем шпинат. И вот теперь перемешиваем. Буквально еще пару минут. И готово. И все. Там к тебе кто-то пришел, Оль. Тем временем у меня все готово. Достаем наши... Как? Фетучини. Название. И отправляем сюда же к нашей курсе и грибам. И все перемешиваем. Классно. Это так ароматно. Ах, какая красота. Ну все, перемешиваем. Ой. Ой, вы только гляньте, как это может быть вкусно. С щипцами не очень удобно перемешивать. Берите... Ну ты ж руками обычно, конечно. Ложку или лопат. Я не могу. Это прям так красиво, так аппетитно. А я приловчилась разрешивать щипцами. Ну вот, еще жаловалась. Красота. Блюдо наше готово. Как вы видели, делать совершенно нечего. А получается прекрасная ресторанная паста. Ах ты шеф-повар. Ай-ай-ай. Ну это правда очень красиво. И аромат грибов очень классный. Молодец. Пятерка тебе.